Мы запускаем самый красивый проект восьмого канала Beauty Pro. Индустрия красоты развивается настолько стремительно, что угнаться за новинками нелегко. В нашей программе мы будем рассказывать о модных процедурах и технологиях в области парикмахерского искусства, косметологии, маникюра, макияжа, а также о том, насколько они безопасны и эффективны. Развеем мифы вокруг самых популярных бьюти-процедур, а наши эксперты поделятся своими секретами красоты. В эстетической медицине есть немало препаратов, которые окружены различными слухами и легендами. Лидером этого списка является ботокс. За 15 лет применения в России, чего только не писали о нем отечественные СМИ. Вызывает привыкание, отравляет мозг или сказывается на работе нервной системы. Мы решили разобраться, что из этих слухов правда, а что наглая ложь и поможет нам в этом косметолог Анна Радина. Анна, здравствуйте! Здравствуйте, Катерина! Давайте начнем сначала. Как работает ботокс? Или он как-то называется, может быть, по-другому? В чем заключается его эффект? Ну, смотрите, ботокс – это вообще коммерческое название ботулотоксина, да, такие же, как ксеамин, диспорт, ботулакс. То есть выбор остается за косметологом, каким именно ботулотоксином он предпочитает работать. Вот. А сам механизм ботулотоксина заключается в том, что, попадая в мышцу, он запускает процесс блокировки передачи нервных импульсов непосредственно к самой мышце, тем самым ее обездвиживая. Вот так. Мы сможем сейчас посмотреть? Да, конечно. Ну, давайте пройдем. Давайте. Это наша пациентка Ангелина. Желает скорректировать мимические морщинки в области лба и межбровья. Также ее беспокоят морщины в области глаз, так называемые гусиные лапки. Анна, сразу вопрос. А не слишком ли молода ваша пациентка? Да. Вот. Ходят упорно слухи о том, что ботулотоксин показан только женщинам за 40 лет, да? Раньше не стоит прибегать. Вот ваше мнение по этому поводу. На самом деле в косметологии нету такого, да, что надо начинать с какого-то определенного возраста. То есть, может быть, пациентке в 40 лет не нужен ботулотоксин, а кому-то и в 20 он уже показан. Ботулотоксин – это препарат, который нарушает передачу импульса от нервного окончания к мышце, тем самым расслабляя ее. Изначально его применяли для лечения некоторых видов паралича, мигрени, косоглазия и других заболеваний нервной системы. Но постепенно он занял прочное место и в косметологии. Чаще всего инъекции ботулотоксина применяют в области лба, переносицы и глаз, так как в нижней трети лица мышцы располагаются слишком близко и есть риск расслабить не ту мышцу. Эффект от процедуры длится в среднем от 3 до 6 месяцев. Анна, говорят, что ботокс вызывает зависимость психологическую и привыкание физиологическое. Что скажете по этому поводу? Насчет психологического привыкания я с вами соглашусь, потому что когда действие ботулотоксина заканчивается, пациент уже в зеркале не видит того отражения, которое его радовало несколько месяцев. Поэтому ему хочется снова повторить данную процедуру. А что касается, как вы выразились, физиологической, то здесь внесу ясность. Если делать инъекции ботулотоксина по графику, то есть это в среднем где-то раз в полгода, то привыкания к ботулотоксину, то есть его резистентности к нему не будет. Еще один миф заключается в том, что процедура достаточно болезненная, а эффект недолговечен. Так ли это? Я не соглашусь с этим мифом, поскольку я бы отнесла эту процедуру к процедуре обеденного перерыва, потому что она проходит очень быстро, практически безболезненно и не оставляет никаких следов. Ну, за исключением небольшого покраснения, которое в течение получаса сходит. Анна, говорят, что уколами красоты интересуются только женщины. Так ли это? Мужчины какой-то интерес проявляют? В современном мире мужчины проявляют очень большой интерес к косметологии и непосредственно к процедуре ботулинотерапии. Ботулотоксин разглаживает именно только мимические морщинки, да, то есть можно лобик расслабить. Если у нас уже имеются вот такие вот дермальные заломочки, да, именно кожные, то их уже разгладить ботулотоксин не сможет. Здесь придется прибегнуть к другой процедуре, такой как гиалуроновая кислота, да, то есть заполнить эту морщинку уже гиалуроновой кислотой. Ну и самый популярный миф, говорят о том, что ботокс может привести к атрофии мышц. Атрофии мышц никакой не происходит, то есть после того, как восстанавливаются все нейронные связи, мышца полноценно также сокращается, работает, да, и мы видим снова опять морщинки на лице. Препарат начинает действовать уже через полчаса, но окончательный результат мы видим где-то через 10-14 дней. Вот, то есть мышцы потихонечку блокируются, да, и морщинки у нас разглаживаются. Цена вопроса. Одна единица ботулотоксина стоит в среднем от 100 до 500 рублей в зависимости от производителя. Также стоимость процедуры зависит от квалификации косметолога и статуса салона. Ну, я вижу, процедура завершена. Есть ли какие-то рекомендации для пациента после процедуры, они одинаковые для всех или разные? Рекомендации одинаковые для всех. В течение получаса активно работать мышцами. На две недели исключить сауны, солярии, фитнес-клубы, ну, тренажерные залы, соответственно, бассейны в том числе. Не употреблять алкоголь. Ну, и, в принципе, всё. Дорогие зрители, на этом у нас сегодня всё. Если вы хотите узнать о каких-то косметологических, медицинских услугах или услугах салонов красоты, пишите в наших соцсетях, и мы обязательно расскажем о них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова